Друзья, всем привет. Сегодня у нас в гостях Никита Апаликов, адвокат с 20-летним опытом, 20-летней практикой. Ты ведешь дела гражданского характера, разные дела с финансовыми рынками, с банкротствами, с крупными фирмами. И в том числе твоим клиентом являются блогеры, правильно? Да, да. Всем привет. Спасибо, Ром, что пригласил. Welcome. Как такое вообще, не разбросано, как такая палитра клиентов умещается в одной практике? Это как у нас, допустим. Хотя у нас тоже. Мы можем, не знаю, и блинную в Красноярске, и в то же время там какой-то концерн выручать из беды. Но сейчас уже сфокусировались. А вот как вообще такой разбег клиентов вести? Слушай, я сегодня как раз ехал, когда в суд, слушал по радио программу про дизайнера Карима Рашида. У него есть 50 заповедей, которыми он руководствуется по жизни. И одна из них говорит о том, что исключайте специализацию. Нужно специализироваться на жизни, соответственно, вкладывать свои навыки, умения вообще во все, что угодно. Возвращаясь к вопросу специализации в юриспруденции. Я заканчивал Академию МВД, у меня была специализация борьба с организованной преступностью. Но всегда как-то тянула меня в гражданское право. Я гражданское право, даже экзамены сдавал автоматом, потому что я со второго курса института уже вел судебные дела. Началось все с трудового спора моей подруги. Ну как бы гражданское право была в принципе моей нишей. И диссертацию, кстати, я защищал тоже по гражданскому праву. Но с отсылкой к финансовым рынкам, биржи, Форекс тогда только начинался. У меня тема диссертации это форвардный договор. Это то же самое, что фьючерс. Но в общем достаточно такая сложная тема. И никто из юристов глубоко до сих пор, я в девятом году защитился, ничего по этому поводу так и не написал. Ну сложная достаточно тема. В целом, я считаю, что в нашей системе права, вот в России, у нас все строится на кодексах. Ну на кодексах и на законах. Если ты знаешь, как работает право, оно одинаково работает в любой сфере. Ты можешь мне прийти ко мне с любым вопросом абсолютно. И я сразу, понимая, как выстраивается правоотношение, что входит в предмет, в содержание, я сразу тебе задам правильные вопросы и сразу, не изучая документов, могу уже тебе сказать, как будет развиваться ситуация, какие есть риски, какие есть перспективы. Это отличается от, допустим, американской или английской системы права. Потому что там все право строится на судебных прецедентах. И грубо говоря, если ты хочешь разбираться в налогах, в семейном праве, то ты должен знать все судебные прецеденты. А некоторые у них уходят вообще еще в период войны за независимость. Понимаешь? Там специализация, да. У нас как таковая специализация, конечно, есть, если ты всю жизнь работал в налоговой, или ты всю жизнь работал следователем. Ну, понятное дело, следователь навряд ли пойдет в гражданскую специализацию, он пойдет в уголовную. Человек, который работал в налоговой, тоже, скорее всего, возьмет налоговую, потому что, ну, как бы проще. Ты же знаешь, как, допустим, нишу выбирать в бизнесе. Делай то, в чем ты разбираешься. Хорошо. Вот я тоже могу сказать, что пиар, в принципе, похож своими законами. Вот вчера мы креативили для коллагенов, а завтра для сети, которая татуировки там сводит. Но ведь запросы-то разные у корпорации и у блогера-эксперта. Так же, как запросы там у малого бизнеса, они другие, чем у корпорации. Вот как у тебя? Разница здесь в том, что ты работаешь, ну, грубо говоря, с ядром клиента. То есть ты должен понять, что у него, как бы, внутри. От этого идет его запрос. А в юридической, в адвокатской практике тебе не важно, что есть внутри клиента. Тебе не важны особенности клиента. Тебе важно, как право работает. Как этот клиент в конкретных правоотношениях, ну, как бы, себя вел. И у контрагента. То есть, как бы, я всегда применяю одно и то же право ко всем контрагентам. Окей. С кем тебе интереснее работать? С бизнесами или с людьми? Вот клиентами, с доверителями? Если можно, так сказать, интересность как категорию вывести? По сути, ты всегда работаешь с людьми. Ну, ты же знаешь, в сегодняшних у нас реалиях люди покупают людей. И даже если я представляю интересы компаний, все равно я веду диалог с каким-то человеком. Либо это директор, либо это собственник. Потому что в любом случае интересы личности, они затрагиваются даже, когда есть проблемы у бизнеса. Единственное, что сложно работать с такими тяжелыми корпоративными структурами, когда у них целая цепочка людей, которые принимают решения. Вот мне сейчас нужно, допустим, принять решение. Я отправляю на согласование, и у них пошло на неделю. Понимаешь? Вот с такими, конечно, тяжело работать. И ты знаешь некоторые крупные компании, которых я представляю. Это неприятная, конечно, вещь. Но такова жизнь. Кстати, крупные российские юридические компании, иностранные, это ушли, типа Бейкер, МакКинзи. Они все выстроены на такой формат работы. На сложное согласование. Но у них и ставки почасовые. Понимаешь? Поэтому, хорошо, надо согласовывать неделю. Вот мы тебе неделю и будем серифицировать. Окей. Кстати, работ стало больше, когда ушли компании зарубежные? На самом деле нет. Потому что здесь в любом случае есть определенная нишевость. То есть крупные компании, большие, международные, они вели обычно крупный бизнес. Которые тоже ушли, получается? Да. Все ушли. Ну там, Ашан, Икеа, вот такие. А, ну Ашан достался? Ну я имею в виду крупный бизнес. Я понял. Меня привлекают по отдельным поручениям, но обычно у них есть контракты с крупными компаниями, которые, по сути, закрывают весь объем задач в бизнесе. В связи с разными новостями, с давлением, претензиями налоговой службы, клиентов-блогеров стало больше или меньше? Ты, в частности, в новостях тоже появлялся с этими поводами. Больше стало ли у тебя таких из онлайн-школ доверителей? Слушай, на самом деле, ко мне пошел вал обращений ребят, которые занимаются онлайн-бизнесом, когда я выступил у Тани Маричевой на одном из ее мероприятий. Но, как показала практика, с учетом того, что многие ребята новички туда идут, ну то есть они будут только попробовать, они мои тарифы не тянут. То есть им нужно в маркетинг сейчас деньги отправлять, а они должны юриста нанимать. Я, в принципе, всем говорил, если вы тестируете нишу, у вас нет кэш-флота, то есть нет денег на развитие, то вам не нужно это. Вы сначала протестируете, а потом уже сделаете правильно. После дела Блиновской, Лерчик, после моего участия в деле Аяза в защите, конечно, увеличился поток более серьезных блогеров на консалтинг. Но видишь, слава богу, что пока ограничились теми лицами, которые уже засветились, пока никого не ловят. Но люди делают правильные действия. Люди консультируются, люди платят налоги. И люди, скажем так, не уходят в конфликты. Потому что если у тебя нет конфликта с государством, по понятным причинам, то у тебя может быть конфликт с потребителями. Очень много ребят обратились, вот как раз Аяза арестовали в ноябре. И вот ноябрь, с ноября, наверное, по апрель, может быть, по конец марта, очень много было запросов. Никит, у меня онлайн-курс, меня начинают бомбить просто возвратами. Но все, я как бы дал обратную связь, как в целом нужно выходить из этой ситуации. И люди чувствуют тебя спокойно. Окей, хорошо. Но про эти дела мы еще поговорим чуть попозже. Несколько вопросов про вообще твое дело, как дело жизни. Вот можно ли быть бывшим адвокатом? Или это, в принципе, дело жизни навсегда? То есть, как вот получается, ты выучился на адвоката, работаешь, и вдруг ушел из профессии. Я вот представляю, как из другой профессии идти, но из адвокатской, наверное, сложно. Или это действительно навсегда профессия? Я, кстати, уходил. Начнем с того, что я адвокатом мечтал стать с детского сада. Я не помню. Фильм посмотрел? Нет, у меня в Алма-Ате тетя была одним из ведущих адвокатов. Пример живой. Да, я видел это все. Эти рестораны, эти гелендвагены. Но она ввела там дела воров в законе. Подожди, а сколько тебе лет ты гелендваген в детстве видел? Сколько? Ну, 90... Мы в 94-м году уехали из Алматы в Барнаул. И с 94-го по 2001-го я постоянно ездил к бабушке туда. А тетя как раз активно практиковала. То есть, я вот видел это все. Я с ней несколько раз в суды ходил. Соответственно, я мечтал стать адвокатом с детского сада. Я поступил в Омскую Академию МВД. Потому что у меня отец сотрудник правоохранительных органов. И, ну, на самом деле поступил с мыслью о том, что тоже юридическое образование. В какой-то период времени ты прям проникаешься этой профессией. Ну, то есть, оперской, да, особенно организованной преступности. Такие достаточно интересные направления. Но я все равно держал, что вот я закончу, я поработал. И потом поехал писать диссертацию. Адвокатский статус, на самом деле, я получил только в 13-м году. Потому что в 9-м году я защитил диссертацию. В 9-м же году я уволился из милиции на тот момент. Но к этому моменту у меня уже клиентская база заформировалась. Потому что пока я писал диссертацию, я занимался консалтингом. В 13-м году я как бы уходил из практики. Ну, по сути, я занимался бизнесом. Ну, не я занимался, да, в партнерстве. Я управлял, там, деньги давал. Но так или иначе я погружался в эту тему. Я выходил из практики. И в пандемию я вернулся в практику. Причем я боялся возвращаться в практику. Там ввели электронное судопроизводство через интернет. Я думал, что новые законы вышли. Но в итоге я быстро вообще влился. И самое главное, что я, значит, понял. Снизился уровень юристов, которые ходят в процессы. То есть, людей значительно меньше стало, которые понимают именно право. Ну, то есть, приходят люди некоторые, которые на бытовом языке судьи объясняют. Ну, как бы тяжело. Но, с другой стороны, для меня хорошо. Это позволяет мне выигрывать дела. Получается, можно уйти из адвокатской практики и потом вернуться. А какая вообще средняя температура, да, вот в этой области? То есть, люди часто уходят? Мне кажется, что нет. Такая гипотеза, что прям всё, призвание, всегда работаешь с адвокатом. Слушай, ну да, это же не работа. Ну, то есть, нельзя назвать это работой. Ты не ходишь с утра к дяде и вечером ходишь и ездишь в отпуск раз в году. Ты вот этим занимаешься. Этим занимаются люди, которые любят этим заниматься. Любят спорить, любят соперничать, любят копаться в деталях. Это то же самое адвокатское расследование. Ты как детектив, понимаешь? Тебе нужно прям это всё дело разобрать. Нужно правильно выстроить позицию для судьи. Уходят, скорее всего, если не получают достаточно достойной оплаты. У адвокатов, кстати, очень часто, да так же, как и у юристов, адвокат это статус, который получает дополнительно юрист, который даёт тебе возможность по головным делам заниматься. А так, в принципе, большой разницы нет. И люди работают, но клиентуры нет. И у них то густо, то пусто. И вот такие люди могут метаться. Но в целом из моих друзей, кто начинал адвокатскую деятельность, только уходили, когда либо какой-то капитал сформировали пассивно. Ну, просто вот людям не хочется уже бегать по судам. Понимаешь, особенно по районным судам, где ты можешь прийти, а заседание на 5 часов задерживается. И ты весь день там сидишь, книжку в лучшем случае читаешь. Если говорить про меня, то я, конечно, понимаю, ну, вот мне 40 лет, мне, ну, наверное, до 50, я ещё бодро могу это делать. Но потом хочется и чаще ездить, отдыхать, с детьми заниматься. Поэтому я сейчас смотрю параллельную деятельность. Это вот инвестиции, я изучаю финансы, чтобы сформировать капитал, который позволит, ну, я не знаю, преподавать. Я люблю преподавать. Буду ходить лекции читать в университет. И, может быть, брать там несколько дел таких каких-нибудь известных, крупных ради удовольствия. Вот такой формат. Окей. А как развивать адвокатское дело, если ты, ну, всегда получается в судах, а нужно чуть-чуть ещё и предпринимательным быть? То есть, там, маркетинг настраивать, может быть, что-то делегировать. Мне кажется, ты настолько срочно в своей экспертности, что тут предпринимательская жилка максимум для того, чтобы клиента привлечь. Но чтобы масштабировать и развиться, это уже как бы сложновато. Или есть прецеденты в выведении адвокатов как бы себя из операционного процесса, и уже он в меньшей степени адвокат, в большей степени такой предприниматель. Как вот уживаются в одном человеке вот эти две ипостаси, как предприниматель прорастёт в адвокате на эту тему? Я понял, да, твой вопрос. Ну, на самом деле, адвокатам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Это прямо написано в законе. Мы не имеем права иметь ип, адвокат, это вот самостоятельный статус. Он равен ип, но ты можешь заниматься только оказанием юридической помощи. То есть, как будто бы к тебе клиенты сами должны приходить. И более того, я тебе хочу сказать, что адвокатам запрещено осуществлять прямую рекламу. И если ты спросишь большинство адвокатов, как к ним приходят клиенты, это сарафан. Я тебе скажу больше, ну, нас же не учат бизнесу. И тем более юристы, адвокаты, особенно это такие, знаешь, олдскульные ребята, которые вот сарафан кто-то рекомендует, и вот они как бы работают. Про финансовое планирование, там, про финмодель, про HR, если это не крупная компания, где этим занимаются специальные люди, большинство людей даже не думают. У меня есть курс для юристов и адвокатов. Так и называется бизнес для юриста и адвокатов. Ты знаешь, сколько знакомых адвокатов мне написали? Никита, нельзя такую формулировку, это нарушает кодекс этики. Я говорю, ребят, да это же как бы фигура речи. Вы занимаетесь профессиональной деятельностью, да, декларируется, вы защищаете интересы граждан, но вы же за это деньги получаете. А почему большинство из вас живет то густо, то пусто? И не понимают, как привлекать клиентов? Потому что вы не знаете вот этих как бы навыков, которые на всех предпринимательских курсах учат вот этому, понимаешь? Как там, ты ведешь, допустим, запрещенную сеть или ведешь ВК, блок ВК. Это же то же самое маркетинг. Как считать конверсию? Вот я сейчас веду YouTube канал, и у меня в Telegram приходят запросы на консультацию. За менее чем год ведения YouTube в Telegram упало 80 запросов на консультацию. Из этих 80 запросов на консультацию несколько консультаций. Воронка такая. Да, все, я понимаю. Это дает мне перспективу. Я понимаю, если я увеличу в два раза количество подписчиков на YouTube или просмотров, у меня кратно увеличится количество консультаций. Эти вещи надо понимать, а люди этого не понимают. И многие, проходя этот курс, у них глаза прям открываются. Понимаешь, я снимал офис в бизнес-центре класса А с ремонтом таким стилем английский кабинет, тяжелые столы, с сукном зеленым, бархатные шторы. Штат у меня сидел, помощники, юристы, секретари. Сколько клиентов пришли ко мне в офис с 8 по 17 год. Я его снимал. Ну почти 10 лет. Мало? Нисколько. Ты понимаешь? То есть я кормил свое эго, что у меня должен быть крутой офис. И вот мои юристы, которые конечно вели дела, но они никогда не вели те дела, которые окупали бы это все. И когда случилась пандемия, и я вообще все закрыл, все офисы, сколько денег осталось в кармане. Ты понимаешь? И вот это прям озарение. И многие ребята, которые считают, что адвокат должен иметь офис. А куда он будет клиентов приглашать? Я с пандемией ни одного клиента никуда не приглашал. Мы все, созваниваемся по Зуму, документы подписываем через WhatsApp и все остальное. И всем это удобно. Потому что сейчас таков мир. И я вот в тот период, когда у меня был офис, там сотрудники, я по сути из того, что я люблю, копаться в праве, воевать в судах, вести дискуссии, я ушел в управление. Платить зарплаты сотрудникам, аренда, взаимоотношения с госорганами и со всем остальным. В крупных компаниях есть такое понятие, как управляющий партнер. Вот этот человек, который по сути не участвует в практике, но управляет офисом. И я приуныл. Я приуныл. И я считаю, что делегировать сегодня можно. То есть я занимаюсь практикой, но есть рутинные задачи, допустим, отправка документов, даже загрузка документов, подача документов через электронную канцелярию судов. Это все требует у тебя такой, знаешь, мышиной возни. Очень много. Вот это можно спокойно делегировать ассистенту. Но саму суть разобраться в проблеме, понять, как выстроены правоотношения, какие есть риски, перспективы, за что поймать, за что уловить, как выстроить схему, стратегию, это, конечно, ты делегировать не сможешь. На твоей памяти много ли фирм из одного специалиста развивались в крупный бизнес? Или это сто лет нужно, чтобы превратиться из кто-то и партнеры в корпорацию? Я на самом деле не знаю корпораций юридических. Ну, если не брать иностранные, типа Эрнсон Янг, вот эти, которые аудиторы, адвокатские конторы при них. У нас обычно адвокаты объединяются в коллегии, но сказать, что это какая-то крупная корпорация, нельзя. А вот есть же рейтинг, там, по-моему, 500 или 100 адвокатов, право 500, по-моему, называется. Да, да, да. Там не корпорации наверху, там небольшие компании? Ну, нет, они все, я знаю, ребята 105, ну, там у них, не знаю, офис Москва-Сити, три партнера, четыре юриста. Да, они крутые, они ведут крупные дела, но очень часто такие ребята являются выходцами из международных компаний. Когда международные стали уходить, они просто отпочковались, и часть российского бизнеса, которая не ушла из России, осталась у них. Но сказать, что это прям огромная компания, я знал одну огромную компанию, называлась она, по-моему, объединенные юристы, или как-то так, ну, в общем, я бы даже не назвал это юридически. Сетевые модели, что-то такое? Там вообще очень такая интересная тема была. У МКАД, огромный open space, сидят студенты, огромное количество студентов. Весь маркетинг, весь трафик выжирает просто с Яндекса отовсюду. К ним приходят там консультации 500 рублей, подготовка иска 1000 рублей, когда там у меня консультация. Макдональдс какой-то. Ну да, там бабушки, еще кто-то. И они просто шлепают из интернета бланки. А как устроена система? Все вот эти ребята, у них нет зарплаты. Вся выручка, она делится пополам, 50% уходят собственнику, 50% остается на команду. Есть управляющий, который забирает себе, ну, какую-то, наверное, большую долю. Есть начальники старших групп, которые тоже себе долю забирают. И остальные студенты копееку свою получают. Да, вот там огромная была у них площадь, конечно, но можно ли назвать их юристами? Наверное, нет. Не все додумались, юристы, адвокаты, до развития, до своего дела, как бизнеса, чтобы смотреть на него, как предпринимательскую историю. Но, наверное, все додумались, как просчитать реакцию судьи, там, присяжных. Додумались до стиля, до голоса, до как себя вести. Или не все, по-твоему? Не все. Не все? Не все. А почему вообще? Это же, кажется, так очевидно. Слушай, ну вот, простой пример, как это понять. Сейчас ты можешь прийти в суд, участвовать в судебном заседании, а можешь подать заявление и участвовать через видеоконференц-связь. Ну, то есть, дома, на ноутбуке. И вот у меня вопрос. Как ты думаешь, понять позицию судьи, как бы, донести свою позицию до судьи? Кому проще? Кто в зале находится? Конечно. Да. А у меня есть несколько крупных дел, которые ко мне пришли. Я взял дела, когда люди пытались уже запрыгнуть в уходящий поезд, понимаешь? Полгода вели дела, юристы, ни разу не пришли в судебный процесс, а там дела просто на сотни миллионов. Только через компьютер. Ну, никто не хочет лететь, понимаешь, на Чукотку при одном рейсе в неделю. То есть, чтобы слетать командировку на Чукотку, тебе нужно неделю заложить. А я считаю, что если полет на Чукотку позволит мне прощупать, как как бы судья вас... Ну, приведу тебе простой пример. Вот ко мне пришел документ, который является очень важным. Вторая сторона не знает об этом документе. Если я прихожу в судебный процесс, я задаю вопросы второй стороне, ну, то есть, в ловушку ее завожу. И когда она отвечает на эти вопросы, я говорю, вот здесь, а вот есть документ. И даю документ суди. Она тут же его смотрит, говорит, а что ж ты тут соврал или слукавил, понимаешь? А если ты в онлайне, то ты этот документ не можешь судье сейчас выдать, понимаешь? То есть, ты должен заранее этот документ прислать, с ним ознакомиться вторая сторона, и ты не сможешь провести вот эту вот историю. А если ты допросишь вторую сторону, то есть, задашь ей вопросы, а потом скажешь, ваш честь, а у меня есть документ, судья скажет, а ты что мне сейчас этот документ суешь? Надо было заранее его присылать, и может до того, что может его даже не принять. Поэтому я всегда за живое общение. Есть, конечно, судьи, которые каменное лицо, и ты даже не поймешь. Есть судьи, которые кивают вот так тебе, оп, и ты проигрываешь. Ну, то есть, здесь нужно чувствовать. Это с опытом приходит или какие-то способности, интуицию развиваешь? Слушай, ну, я специально ничего не делаю. Я думаю, что здесь есть определенный навык наработанный, но и есть, наверное, что-то природное. Потому что есть серьезные ребята, адвокаты, но вот ты смотришь, как он в процессе. Вот он, во-первых, пишет 20 страниц документов, там, объяснения. Каждому заседанию он пишет 20 страниц объяснения. Ну, кто их читать будет? У судей тоже завал. Я пишу четко 2-3 странички максимум, но логику простраиваю так, чтобы, прочитав этот документ, у судьи не было вариантов как бы вправо-влево. Зачем ей усложнять? И вот он все вывалил, выдохнул и сел, понимаешь? Хорошо. Самые важные факторы это все-таки содержание того, что написано. Или это внешний вид, или это голос, или это какое-то психологическое, может, давление там. Или что? Или все вместе? В судебном процессе. Да. Ну вот смотри, если по аналогичному делу уже сложилась устоявшаяся судебная практика, то как бы ты не выпрыгивал, если ты что-то нового, чтобы эту судебную практику изменить, не привнес в это дело, то скорее всего ты получишь такое же решение, как выносились раньше. Хоть у нас непрецедентная права. Да, вот я хотел как раз подумать. Но все смотрят на рекомендации Верховного суда, в общем, от этого как бы формируется практика. Потому что Верховный суд тоже следит за тем, чтобы не получилось так, что в Казани судья по аналогичному спору одно решение примет, а допустим в Якутии другое. И по всей России у тебя разные решения. Поэтому они систематизируют, унифицируют, так сказать. Есть дела, которые вроде как ты смотришь, но все ясно. А если все ясно, то допустим, твой клиент изначально уже как бы проигрывает. Но у меня не было ни одного дела, где бы я не нашел какую-то лазейку. Вот я тебе приведу пример. Одно мое очень крупное дело. В хорошем смысле лазейка. Да, да, да. Ну как защитить интерес клиента. А для этого нужно понимать, как право работает. Нельзя вот линейный договор прочитал, а ты не понимаешь, как в рамках этого договора отношения выстраиваются. Вот простой пример, чтобы ты понял. Я представлял интересы одного такого очень, кто-то его олигархом называет, ну то есть с советских времен очень известный бизнесмен, в Штатах живет. Он владелец самой большой коллекции советского фарфора Юрий Трайсман. Ко мне пришел друг адвокат, говорит, Никита, слушай, вот такая ситуация, посмотри. А там Сбербанк банкротил компанию, где он был поручителем по кредиту. Я говорю, слушай, Сбербанк уже все банкротил, уже это здание забрал. Вот есть договор поручительства. Ну что здесь делаешь? Он говорит, Никит, надо посмотреть. Человек очень просил. Ну в итоге я там посмотрел, мы просто, ну в общем, шикарнейшим образом дело у нас выходило. У меня в судебном заседании сидело 4 юриста от Сбербанка и несколько человек из службы безопасности. В материалы дела сотрудники ФСБ контролировали ведение дела, чтобы не было коррупционной составляющей. Ну то есть такое, очень громкое было дело. В итоге, как мы выстроили этот процесс, в общем, Трайсману удалось примириться со Сбербанком. Сбербанк вышел на предложение урегулировать спор, ну и они там существенно порезали ту сумму, которую мы выставляли изначально. И, кстати, очень часто бывает ситуация, человек звонит, рассказывает мне какую-то ситуацию свою. Первая мысль, блин, вроде все понятно, что с этим делать. А когда начинаешь погружаться, оказывается, что есть с чем поработать. Вот буквально сегодня у меня была ситуация, человек занимался поставкой бивни Мамонта еще в 16-17 году, а его покупатели обанкротили в 19-м. И сейчас ему прилетает требование на 50 миллионов. Оказывается, в рамках того дела о банкротстве признали вот эту сделку, ну, знаешь, все сделки в течение трех лет до банкротства могут быть признаны недействительными по заявлению конкурсного управляющего. Ее признали, а он даже не знал, что это был процесс. И вот он сейчас приходит ко мне, Никита, что делать? А там уже все до Верховного суда прошло по этому делу с 18-го года. Я тоже думаю, сначала, блин. Ну, сегодня я изучал материалы, я уже нашел несколько вариантов, как можно эту ситуацию, в общем, как можно его защитить. Как ценообразование на адвокатском поприще, так скажем, в адвокатской сфере строится? Это произационирование или есть какие-то, не знаю, бенчмарки, примеры там, кто-то оценивает по клиенту, типа, сколько он может заплатить? Как вообще вопрос на образование регулируется или никак не регулируется? Как оно происходит? Кто как цены выставляет? Это вообще больная тема. И на самом деле многие выставляют ценник по клиенту. Ну, какие у него часы, какие у него ботинки, на какой машине. Это не очень, как бы, правильно. И люди сами переживают из-за этого. Вот один, кстати, из модулей в моем курсе для юристов-адвокатов, он как раз был про ценообразование. Что формирует ценообразование? Ну, ты должен понимать свой расход, оценить свою деятельность как бизнес, понять, какие ты расходы несешь, сколько, это твой минимум, да, плюс тебе надо на жизнь, тебе нужно на развитие, помощникам там платить. Вот твой минимум. И дальше посчитать, сколько ты там консультаций должен оказать или сколько судебных дел ты должен вести. Есть рекомендуемые цены на юридические услуги, которые утверждены адвокатской палатой. Но это копейки в современном, как бы, мире. Судьи взыскивают тоже, ну, по каким-то бизнесовым, арбитражным делам чуть побольше, вот приведу пример. Люди могли заплатить адвокату, там, миллион, допустим, за ведение дела, корпоративного спора, допустим, когда учредители рубятся. Арбитражный суд Москвы взыщет 200 тысяч. Но это тоже неплохо, потому что суд общей юрисдикции в Москве взыщет тысяч 70, ну, может, 100, а в регионе 30 тысяч. Поэтому здесь кто как определяет свою цену. Вот кто как захотел, так и определил. Здесь основная проблема в том, насколько ты, как бы, честен с клиентом. Потому что, я в своей практике принял такую модель, что мне проще сразу обозначить всю стоимость. Я могу тебе по-любому делу сказать. Вот смотри. У меня, во-первых, есть несколько форматов введения. Есть проектный. Вот ты пришел ко мне, у тебя один суд. Я говорю, Ром, вот это один суд, он в среднем будет длиться, допустим, 4 месяца. Я за введение судебного процесса 4 месяца возьму, допустим, 500 тысяч. Если мы переваливаем за 4 месяца, то ты будешь мне оплачивать, допустим, за каждое судебное заседание. То есть мы переходим в сдельный фарм. И многим клиентам это нравится, потому что есть, допустим, абонентские дела, когда клиент платит каждый месяц. В моей практике это две категории клиентов. Первое, это те, кому нужно постоянное сопровождение, ну вот кто-нибудь ведет бизнес, ему нужно, чтобы я был на телефоне и реагировал на какие-то моменты, которые возникают. А второй вариант, это когда человек приходит, и у него настолько как бы сложная ситуация, что нельзя предположить, сколько будет судебных процессов, будут ли уголовные дела, будут ли встречи, переговоры. И тогда обычно мы обозначаем на ближайшие 3-4 месяца абонентку, в ходе этого у нас получается понимание, сколько направлений будет, и мы либо увеличиваем, либо в проектную переходим. А в Америке точно так же с ценами кто-то честно, а кто-то на глазок? Или там вообще больше регулированности в этом вопросе? Слушай, там у них ребята, которые занимаются вопросами гринкарт, или там иммиграцией, знаешь, это обычно из стран СНГ, которые в 90-х уехали, там наверное подход как везде. Но в целом, если брать адвокатское сообщество, у нас кстати в международных компаниях, которые были, и вот в тех компаниях российских, крупных, которые остались, у них очень четкая тарификация, там нет такого посмотреть, как он выглядит, у них обычно почесовка, там почесовка от 150 долларов или евро до там наверное 500 в час. И они билят все, смс-ку отправил, записал, а у адвокатов, которые сами работают, почесовка вообще в России не очень прижилась, потому что люди не понимают как, ну то есть не доверяют, ты можешь мне нарезать черт знает сколько часов, ну за исключением ситуации, когда ты на встрече допустим сидишь, тебя пригласили на переговоры, и ты вот, у меня кстати по одному известному делу, поначалу была почесовка, когда меня вызвали, и я говорю, слушай, неизвестно сколько будет, может два часа, а может восемь часов, а потом еще и стража, все, мы договорились почесовка, а потом мы уже перешли в формат помесячный, потому что по уголовным делам часто помесячный оплату делают. К такому животрепещущему вопросу, как ты начал защищать Аяза, вообще, твоя инициатива, его инициатива, как вы начали работать, учитывая то, что хейт был сразу, то есть, еще до даже дела, часть хейта на тебя перекинется, а это нужно все-таки какое-то давление, вообще, почему решил работать и как вы начали сотрудничать? Слушай, я вообще несколько лет до вот этой ситуации вел дела Аяза, успешно вел, даже если посмотреть на картотеках, в картотеках судов, то есть, видно, что я там присутствовал, и буквально за, наверное, пару недель до этой ситуации, мы как раз с ним встречались по другому делу, и просто до меня, видимо, дозвонилась его ассистентка, первого, ну, то есть, я быстро там в 7 метра, по-моему, это было, быстро смог приехать туда на обыск, все. А начали, как вы работать до этого, познакомились там на обучении, там, или еще как-то, как вот такой вообще договор возник? Так. Если это можно рассказывать, конечно. Ну, нет, у меня есть НДА, я, конечно, по уголовному делу про Аяза ничего рассказывать не могу, да нет смысла, конечно. Слушай, общие знакомые, потому что, ну, как бы сфера, бизнес-молодость, лайк, все ребята из одной сферы. Я веду несколько крупных бизнесов, которые взаимодействовали тоже с Аязом, и просто меня порекомендовали, я несколько раз им подсказывал по каким-то вопросам, а потом просто мне делегировали несколько дел, все я как бы, ну, здесь нет такого, что я прям ввел все дела Аяза. Окей, то есть сфера инфобизнеса для себя нормальна, то есть не, ну, как образование, да, то есть ты получаешь не зашкварли, ты имеешь в виду? Ну, как сказать, я не знаю, когда давно этот нехороший термин прилепился, но типа для тебя это не смущает. Инфоцыганский? Да, да. А я не считаю это инфоцыганским. Я тоже, например. Ну, ты понимаешь, это... Люди-то почему-то как ты все помыл? слушай, товарищ, который нес флаг войны с Аязом, с Димой Портнягиным и со всеми остальными до сих пор его несет, он и меня инфоцыганом называл. Я тебе скажу больше, я уже рассказывал на одном подкасте, в период, когда Клабхаус появился, были вот эти комнаты. Да, да. И, значит, была комната, где вот по поводу онлайн-бизнеса велась дискуссия под председательством вот этого вот мужичка в модных очках и шарфике. Мне дали слово, я говорю, коллеги, я адвокат, у меня 20 лет практики, я кандидат юридических наук, я 8 лет преподавал право в ВУЗе и у меня есть курс для юристов и адвокатов. И только я... А, это еще один инфоцыган и меня выгнали из комнаты. Понимаешь? И я понял, что все это популизм. Здесь нет вообще ничего про суть. То есть хейт, он есть, но тебя он не парит? Меня он вообще не парит. Я вообще, знаешь, есть у меня такое правило, делай как Путин. Если вдруг тебя начинают хейтить там, не знаю... Асимметричный ответ? Нет, мне супруга, кстати, я раньше очень сильно подрывался на этот хейт, ну прям пытался вступать в дискуссию, что-то доказывать. А потом мне как-то супруга сказала, слушай, ну ты подумай, как бы действовал Путин. Я каждый раз, когда мне хочется, а я конфликтный достаточно человек, хочется как бы дать сдачи, я представляю, как Владимир Владимирович бы отреагировал, а он бы никак не отреагировал. И это просто вот золотой метод, я всегда его использую. И более того, ты понимаешь, нужно понять, что люди будут, особенно кто смотрит там телевизор и все остальное, они будут впитывать вот ту информацию, которую им дают. Просто надо другую информацию давать. Никто не говорит, что среди инфопредпринимателей нет мошенников. Они реально есть, но их рынок выгоняет. Ну то есть они не задержатся на рынке. Да, они продадут один курс, второй курс, в конечном счете никто не будет просто покупать. Другой вопрос, что, конечно, с учетом того, что, ну назовем это так, многие, кто хочет начать бизнес, они по сути идут из найма на последние деньги. Для них это боль. Государство, конечно, должно следить, чтобы люди с точки зрения своей позиции не попадались на это. Понятно, когда у тебя агрессивная рекомендация, реклама, и ты рассказываешь, что сейчас все заработают миллиард, хочется в это верить. Но не все могут. Да, методика у бизнеса, она единая, но не каждый может поднять зад, например, с дивана и начать делать. Вот и все. Окей, твоя версия, как ты думаешь, почему начались такие вот прессинги, гонения, можно сказать, претензии массово именно к блогерам, там Клерчик, Блиновский, Каязу и там Гусейн Гасанов, списки блогеров там публикуют. Почему вдруг на эту сферу такой массовый наезд? Слушай, я не думаю, что была цель сделать массовый наезд. Более того, я думаю, что в администрации президента или там в тех ведомствах, которые как бы анализируют и принимают решения, давали такое указание. Ну, потому что, смотри, логично было бы так. Блогер, он зарабатывает на своих подписчиках. Он что здесь блогер, что в Дубае блогер, что в Лос-Анджелесе блогер. Понимаешь, и подписчики-то не отпишутся. Просто они будут платить не российскую карту, а на американскую карту. Какой смысл гасить блогеров? Надо их вызвать на Лубянку или еще куда-то. Провести с ними разъяснительную беседу. Чтобы они, ну, скажем так, призывали людей к соблюдению законов. А может, они все массово не согласились? Их туда вызвали? Они такие, ой, типа, ничего не поняли? Какая-то администрация? Я не думаю, но и не исключаю. И началось. Да. Ну, вот смотри, первое, насколько мне известно, у нас под раздачу попала метрошина. Ты слышал что-нибудь про ее проблемы с налоговой, про СИЗО, аресты и так далее? Ну, она просто скрывает, в смысле, как-то живет в Дубае и все. Ну, а ты что-то слышал, что ее там в розыск объявили? В розыск нет. Здесь вопрос правильного подхода. Стоило предполагать, что если ты получаешь миллионы, иногда миллиарды дохода на свои блогерские деятельности, когда-то к тебе придут. Ну, это логично. И вот эта дробленка, которую всем вменяют, ну, как бы, когда-то это была такая нормальная оптимизация. Но у налоговой, знаешь, искусственный интеллект сейчас работает очень круто. И они все это дело выявляют. Это перестало быть белой схемой. Но люди продолжили работать. Вопросов нет. Считаешь нужным, продолжай работать. Но будь готов к тому, что ее вскроют, эту схему. И тебе нужно будет как бы закрывать эти долги. И здесь нужно понять еще один простой момент про налоговые вообще вот эти конфликты. Сначала налоговая проводит проверку. Когда пошла проверка, ты все уже понимаешь, что пахнет жареным. И нужно правильно участвовать в этой проверке. далее налоговая тебе акт выдает. Слушай, друг, вот посмотри, я тебе скажу больше. До проверки налоговая может послать тебе такое уведомление. Знаете, мы вот тут посмотрели по нашей системе. Вот вам не кажется, что у вас есть недоимочка за прошедшие три года? Подайте уточненку. Доплатите. Все, это первый сигнал. то, что мы видим, это верхняя часть отборка. Там уже много всего как бы уже было. Это уже поезд ушел далеко, ты бежишь уже по разрушенной железной дороге. Ага, окей. Бумажка прилетела, надо реагировать. Проверка началась, надо реагировать. Акт вышел с недоимкой, надо реагировать. Требование пришло потом. Все, ты как бы не смог оспорить, тяг, давай плати. Только после этого, когда ты на требования не отреагировал, материал уходит в полицию. И уже начинает возбуждать дело. А нужно понимать, что если с налоговой ты можешь налог заплатить, причем налоговики всегда насчитывают по максимуму. Но всегда можно с ними урегулировать вопрос, чтобы они пени снизили, там пересчитали. Потому что они... В суде, соответственно. Нет, можно вот в ходе проверки. То есть налоговой же не важно, чтобы ты сидел. Важно, чтобы бюджет налоги получил. Соответственно, зачем им затягивать вот эту процедуру взыскания, оспаривания и так далее, если ты готов заплатить деньги в бюджет? Все. Вопрос только как бы дебет с кредитом свести. Понятно. Все. Если материал ушел в полицию, то это совершенно другое ведомство, в котором палочная система. Да, 199-ю тебе возбудили, но она прекращает свое существование, когда ты заплатил налоги. Поэтому они тут же... Мошенничество? Нет, 199-е это уклонение от уплаты налогов. А, уклонение. То есть состав преступления исчезает, когда ты эти налоги все-таки оплатил. Но что происходит? Полиция сразу блокирует чита, чтобы люди не заплатили. И сразу возбуждают легализацию. Потому что даже если ты заплатишь, там перезаймешь, за тебя кто-то заплатит, и 199-й уйдет, а легализация-то остается. А что такое легализация? Вот ты получил деньги на карточку свою, и жене свою отправил, чтобы она в магазин съездила. Все, ты легализовал деньги. И это нужно понимать. И когда тебя уже хватает вот с этими проблемами, это значит, что ты запустил ситуацию. Ты просто не обращал на это внимания. Ты передал этот вопрос на бухгалтера, который в принципе без разницы. Она всегда скажет, я ее поручение выполнял. Или адвокаты у тебя не ту схему выбрали для взаимодействия. Я здесь не вижу охоты на ведьм, я тебе так скажу. Так, ну и финальный вопрос. Такой горячий недавно обсуждался инфоповод, что за Рилс засудили там на 300 тысяч человека, который его скопировал. А потом выяснилось, что она у кого-то скопировала или он, уже не помню. Вот это начало просто торжества авторского права, интеллектуальной собственности или это, что это было вообще? Или это адвокаты прям хорошо постарались? Будет ли такие дела дальше? Потому что сейчас кто угодно копирует Рилсы, там это вообще на этом строится онлайн-амперия целая. Слушай, здесь нужно понимать, что у нас идея, она не защищается. У нас защищается товарный знак, у нас защищается ноу-хау, то есть секреты производства, у нас защищается там промышленный образец, изобретение. Как таково, если ты снял такой же Рилс, это как бы ты идею скопировал, если идею ничего не происходит. Я не читал, кстати, это решение, я слышал про эту ситуацию. Надо почитать. Это однозначно хорошая работа адвокатов, потому что они смогли получить это решение. Устоит, если оно во всех инстанциях, это будет прецедент. И далее люди будут стараться под этот прецедент тоже... А, то есть сейчас идет оспаривание, да? Не факт, что она еще выплатит, получается? Ну, не факт, что решение устоит. А, вот так же. У нас же, слушай, суд первой инстанции вынес, потом апелляция, потом касация, потом касация в Верховном Суде, потом председатель Верховного Суда, здесь как бы... Но если суд первой инстанции вынес, значит, там есть что-то по существу. Но я бы не сказал, что это будет массовая ситуация, потому что моя практика взаимоотношений с блогерами говорит о том, что это люди достаточно быстрые. А влезть в какое-то судебное дело, ну, скопировал он тебе, что ли? Ну, как бы что? Ты потратишь целую кучу времени на то, чтобы там доказать, что ты права, ты лучше занимайся другими рилсами. Ну, то есть, я думаю, что не будут блогеры тратить на это время, если это не заложено в стратегию пиара. Хорошо. Ну, да, вот не успели мы обсудить этот вопрос иски для пиара, но, может быть, мы и не будем это обсуждать. В книгах все почитайте. Я скажу тебе больше. Я понял, о чем ты говоришь. У нас в законе не запрещено подавать иски, если ты считаешь, что твои права нарушены. То есть, это не закроется лавочка, скажем так. Ну, нет, а как? Ты понимаешь, чтобы понять суть, есть ли у тебя, там, прав ли ты, нарушены ли твои права, нужно сначала материал дела посмотреть. Ну, как минимум, если вдруг ты на коленке нарисовал этот иск, судья почитает и вернет тебе. Что пожелаешь в конце всем предпринимателям, которые будут смотреть это видео? Надо ли всем, как есть там семейный врач, там, чтобы был всегда семейный адвокат, или вот твои пожелания предпринимателям какое? Куда посмотреть? В какую сторону? Во-первых, я считаю, что в перспективе в России будет лучше, чем во всем мире. До 2030 года, я уверен, мы вообще будем самые крутые и у нас будет лучше все жить. Поэтому те ребята, которые уехали, у меня много очень хороших друзей уехали, строят бизнес за границей, у кого-то бизнес остался здесь, я уверен, что все вернутся. Это первое. Если вы остались в России, то нужно на сегодняшний день делать максимум хорошо то, что вы делаете. Все. Нужно понимать, что страна находится в таком сложном сейчас положении и деньги будут нужны. Соответственно, лучше обеляться, лучше не совершать каких-то там кривых схем, хапнуть там на крипте и куда-то сбежать, потому что все это будут сейчас отслеживать. Адвокат тебе нужен не тогда, когда тебе пришла повестка или позвонил следователь, а желательно значительно заранее. Лучше сразу, сегодня, пока у тебя не возникла проблема, чтобы в случае чего ты мог хотя бы позвонить, сказать, что делать. Все, это, наверное, основное. Ну и как бы не терять позитивный настрой. Почему у нас в период пандемии особо предприниматели не поддерживали? Потому что это категория людей, которые... Славливая шефа. Да, которая умеет приспосабливаться. Поэтому держитесь, ребята, все будет хорошо. Отлично. Спасибо большое за беседу. Спасибо, Ром, что пригласил. Всем пока. До свидания. До свидания.